В общем, готовлю к сезону, к сезону купа лопаты. Значит, у меня две лопаты Fiskars, одна малая, другая большая и вот одна такая, это не Fiskars, но тоже лопата ничего нормальная. Что могу сказать? Малая и маленькая лопата Fiskars, уже лет восемь пользуюсь. Отлично все, удобная, где-то в рюкзак кинул, ручка торчит, на байке поехал. Единственный косяк, сейчас с моим здоровьем и с моими годами уже с ней копать нельзя, спина отпадает. Два года назад купил вот эту длинную мощную лопату Fiskars, вот она удобна. Единственный косяк, тяжелая, она очень тяжелая. Ну чё? И в рюкзак её уже в байк не положишь, там надо какое-то крепление делать, чтобы её возить. Единственное, что её можно возить в машине, и то где-то на багажнике с хорошим креплением. Вот эта вот лопаточка тоже ничего, но единственное, что она, как бы вам сказать, ну легкая, легкая, да? У неё ручка деревянная, но опять же, она не для копа. Она очень удобно кидать песок, гравий, глину там я не знаю. Вот она хорошая, удобная лопата для дорожных работ, но не как для копа. Для копа маленькая лопата Fiskars и большая лопата. Для моих лет, для моего здоровья, сейчас подходит только лопата Fiskars большая. Единственный косяк, она тяжелая, и на байке её не увезёшь. Ну вот, как-то так. Сейчас точу, смотрю, готовлю. Думаю, дня через три надо было идти, ехать, посмотреть поля. Субтитры сделал DimaTorzok